Йо, ребят! Ну и, в общем, как вы затрахали меня этими ссылками? Ну как затрахали? Какой-то парень с аватаркой Волка скинул мне ссылку, я посчитал... Не, ну ролик в принципе интересный, я посчитал его интересным, но он очень тихий и попросил перевести... Ну, перевести не переведу, может что, ну, просто здесь дохуя шуток, я его уже промотал в онлайне частично. То есть тут будет миссия опять вот эта с ёбаным лесом, вот она. Я её тоже промотаю, потому что я её просто ненавижу, я не хочу смотреть этот дебильный квест, блядь, по 300 миллионов раз. Ну а так, в принципе, ролик прикольный, там один прикольный режим покажется, да и всё. Тихий, правда, заебатые хуесосы, они долго играют, тупо играют, сразу предупреждаю, инвалиды полные. Вообще, я не понимаю, как они просто... Вот такое у меня было лицо, когда я смотрел их ролик. Ну хорошо. Давайте, в принципе, начнём. Охуённое начало. Ну, типа, мы сегодня покажем вам Shadow of War, нас опять пригласили, короче, ну не опять, а нас пригласили, в общем, вся хуйня. У нас эксклюзивная демо, там, час двадцать, мы будем ебошить в игрушку, в общем, погнали. Типа, я немного приболел, поэтому я могу звучать немного тупо, и, ну, всякно. Да, первый был прекрасно, ребята, я люблю, как смысл это, и в общем, как это смысл, и в общем, как это было. Ну, типа, мне понравилась первая часть, мне нравилась эта боевая система, нравилась, типа, система Немезис, как она, ну, создавала взаимоотношения между игроком и игрой, короче, и, типа, я слышал, что во второй части это всё, типа, явно улучшилось. Что такое? О, ебать, нет, в смысле, трейлер? Вы чё? А, не, это, типа, короткая вставка, ну, окей. Типа, теперь это больше похоже на RPG, потому что, ну, блядь, вы же сами знаете, и мы с вами знаем, что там ебаная система снаряжения, там, сундучки и всех. Типа, маленькая коробочка. Нихуя себе! Это открывашка для бутылки, вы просто прикиньте. О, мой гад, это так страшно! Ты не сможешь видеть, потому что, я имею в виду, я буду ставить это очень близко. Посмотрите, смотрите, это. Это очень... Ну, правда, немного перевернут. О, красиво. Есть ли у меня Shadow of War на там? Ох, милая. Абсолютно. Мы просто должны быть уверены, что Kaiju не ест это. О, Kaiju будет. Да. Ну, я надеюсь, их шутки тоже переводить не надо, потому что он хочет её сожрать, вся хуйня. Да. Это как оплата за час работы. Блокнотик, блядь, и это кривашка для бутылок. Да, давайте начнем, милая. Да, давайте начнем, милая. Так, давайте начнем. Так, давайте начнем. Я просто поговорю про то, что произошло, что я видел, как это было. Я делал два игроков вчера. И это, что очень интересное. Каждый человек, который вы видите, который... Бла-бла-бла, я играл первую часть, мне понравилось. Типа каждый персонаж уникалимся, хуйня, ебать, ну заебали уже. Все, типа, процедурно генерируемо. Ну, типа, мы видели дохуя народу на Комиконе, но ни у кого не было одинаковая ситуация. Я хочу знать, что каждый раз, когда я выберу игру, я встречаю разные вещи, и другие виллени. И есть какие-то сюрпризы в этом. Вероятно, один из виллени, который я встречаю, это один из самых редких в игру. И я хочу быть очень-очень счастливым. Тот парень, который помогал мне, как-то, 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 как-то. Типа вот этот же самый чел, который мы видели, когда мне скидывали ссылки на вот эти интервью с Комикона, там, где, типа, сидит ведущий и сидит Даун, который играет в игру, и, типа, ведущий объясняет все Дауну, как делать. То он тоже, типа, был на Комиконе, ему вот это все ту же хуйню рассказывали, типа, тоже рассказывали, идите, типа, посмотрите на это, сделайте это, посмотрите, что будет, вся хуйня. Типа, в первой игре была только одна крепость. Ну, вообще-то он пиздит, в первой игре три, три крепости, насколько я знаю, это только на первой игре была только одна крепость. В первой карте на Ут-дуне, в море Нурн, раз, два, три, тоже три крепости, везде по три крепости, то есть в сумме шесть крепостей, но во второй части их 23, просто досраки, короче, то есть и на каждую крепость идет, типа, свой регион, то есть еще и 23 новые карты, по сути. Создаешь свою армию, отводишь их, типа, блять, в бой, вся хуйня. Давайте, короче, будем ебашить уже, хватит пиздить. Типа, они мне дали поиграть на левел 30, ну, с 30 уровня. Типа, мы записываем все с флешки, поэтому, блять, графика не совсем такая, которая должна быть. Наверное, на Xbox играет, ладно, бывает. Я сейчас опять словлю тонну дизлайков. Хотя я начал добавлять, я начал добавлять английские сабтайтлы в свои ролики и добавлять марки английские, то есть ключевые слова, по которым меня можно найти на ютубе. И я заметил в последнее время, от последних двух роликов, явное просто, ну, такое, что ли, не разочарование, что ли, а злость какая-то от пользователей. Знаете, типа, сидит какой-то америкос, негр, там, в Африке, типа, он такой сидит, сидит, блять. Ну, не, в Африке я, конечно, загнул, там же нет воды, ни компьютеров, они там вздыхают, давайте, там, типа, Канаду, да. Сидит какой-то чел в Канаде, такой гуглит, типа, Shadow of War, а ему попадается мой ролик, блять, на русском. И он такой, в смысле, что за хуйня, что я не гуглил на английском, и все, и, типа, закрывает, ставит диз и вся хуйня. В общем, в последнее время так что-то бывает, наверное, все-таки не буду ставить английские марки. Хотя, ну, учитывая то, что это реально поднимает, ну, зрителей, то это пиздец. Но то, что ты, ну, ловишь дохуя дизов, это тоже неприятно, конечно. То есть, это такая себе цена, да, то есть, ты получаешь дохуя зрителей, ну, просмотров, но ты получаешь дохуя дизов. Ну, просто, в америк... ну, блять, это во всех видео, в американском комьюнити, любую игру смотрят больше, чем на русском. Потому что, ну, блять, ну, такой уж русский ютуб, они же, блять, имбы Ивангеев, там всяких, Марьяна Ро, там, блять, как сделать, сука, не знаю, бомбу, блять, и пробомбить Украину, в общем. Ну, такие ролики получают просмотры, а вот другие, другой контент, нихуя, то есть, он остается в дне. Нет, так, ну, ну, это же хуёво. Ебать, вы видели? Этот поцик, руки, руки, сейчас будет слева наш капитан, самый верхний, просто посмотрите на анимацию. Ну, кто, типа, руки моет, знаете? Как в маркете. Я это уже просмотрел, этот ролик. Ну, я не буду... Ладно, хорошо, я не буду спойлерить, вы сами все увидите. Железные ворота, в общем, вся хуйня, щитовики. Потом идут огненные стены. А, огненные гравьи, ладно. Осадные орудия. Что, интересно, могут привезти вот последние две ячейки? Вот просто интересно, что они могут привезти. Я вижу там всего лишь, смотрите, в самой последней ячейке идет капитан, и всего лишь два улучшения. Что за хуйня? Это какая-то ульта, наверное, типа? Типа Эль Тарель там, или, не знаю. Ну, герой, наверное, какой-то, жесткий вообще. Типа Назгул, или типа того. А может быть, кстати, а я ж не знаю, а может быть, в натуре, в конце, ну, в конце кампании ты получишь возможность призывать Назгулов на осаду. Это прикольно. Типа, ну, вот это я переводить точно не буду, потому что он объясняет очевидные вещи. Типа, купим берсерков, они лучше сражаются в ближнем бою, купим щитовиков, они ловят урон, но не умирают. В общем, ну, такое банальное хуйню я не буду переводить. У меня уже, блядь, более, не знаю, более десяти роликов на канале по этим крепостям, и, блядь, реально можно понять уже давным-давно, что делает каждая прокачка. Я ее разжевал уже, блядь, до, не знаю, до невозможия. Что это за корзинка, блядь, это, видимо, с твича, запись с твича. Вот эти гемки, типа, новые. Сука. Ага, он такой говорит, я знаю, что, типа, нужно применять огонь, огненные атаки против этого бомжа. И он умрет, но, в итоге все будет не так увидеть. Просто это пиздец. Не, лучше покупать грауги, грауги ебанутые, они, ну, они могут захватить все точки, а вот дракон, ну, блядь, но он летает где-то в небе и щит твоих пиздит, нахуй надо. Ну, вот он рассказывает, типа, блядь, что, типа, дракон атакует две стороны, пока я его не затамлю, типа, хуйня. Пиздец, а вот этот дебил, блядь, друг, который сидит, это круто, это круто, это круто, это круто, это круто, пиздец, хуесос, блядь, нахуй его вообще привели. Пиздец, пиарщик, не пиарщик, это, блядь, это круто, это круто, нашу сторону будет атаковать дракон, это же круто, это круто. Пиздец, ну, блядь, логика человека, блядь. Я буду пиздить твою мамку, это круто, это круто. Что? Ну реально, что за хуйня? Нихуя, вот если бы не его шли, вот этот из ролл... Хотя он меня не сильно бесит. Не так, как имперский. Имперский больше бесит. Он так улыбится, знаете. Горячая голова, нихуя себе. Кримп, горячая голова. Горячая. Чувак в плаще заебатый вообще, я тебе говорю. На самом деле, видео будет нереально кривым, то есть здесь будет дохуя багов, но... Ну, блять, вы ж извиняйте, это ж, сука, и альфа-футэдж, да? Бета. Типа, ну всё равно дохуя проблем ещё. А когда она должна была бы выйти, если б её не перенесли? В августе, да? То есть в этом месяце где-то. Где-то там в десятых числах тоже. Считайте, вот, блять, мы бы играли в такую вот хуйню, блять, с такими багами, которыми вы увидите. Хотя, блять, ну пиздец. Те баги, которые я увидел, это не стоит того, чтобы они его ещё месяц пилили, на самом деле. Лучше бы выпускали бы уже патчи, на самом деле. Мне-то похуй, я бы лишь бы уже поиграть. Красиво рубит, красиво. Основные скиллы уже прокачаны, то есть... ...тё, так, ну lot, это игра за, я леp dou Ta count ac 보는. Здесь вообще-то когда-то могу прямо-но леp-vtут к на высотке. Знаешь, он как будто бы сидеть? Да, да? Здесь до самих трейсов или в течение единой? cardioد ... Пиздец, пиздец, тупо ни о чём. Они, типа, восхищаются каким-то перком, обсуждают, что чел, который вкачал мгновенное убийство при контратаке, но если вовремя контратаковать, в определённый момент, то ты, типа, убиваешь урука, а не просто отбиваешь его. То они сейчас... Вот это, блядь, сколько они? Секунд сорок, а такие, типа, а, ебать, ты такой крутой, да, я хочу тебя облезать. Пиздец. Ну, вот это хороший скилл. Холдер, тетус, лоу тайм, энд, прицель. О, в воздухе. Блядь, для этого нужен отдельный скилл? Хуйня. Вот, вот это майти шот, это пиздец. Типа, видите, есть прокачка притянуть, есть прокачка, типа, телепортироваться цепочка, ещё третья какая-то, закрытая из-за квестов. Это он уже 10 минут пиздит? Нихуя себе. А, кстати, я ещё записал вторую, ну, второй ролик, это от EJN, но там всё равно тоже будет прикольно. Там сейчас минут всего, мне не жалко, я его, отстреляюсь из-за него, а то, мало ли, Оскар додумается прислать ссылку на тот ролик, который я уже обозрел. Не, лучше замораживать, блядь, ну ладно. Ну, лучше замораживать, я бы вкачал заморозку. Даже в анимации скилла Грауга сразу посадка на него не сработала, то есть мгновенно она не сработала. Нихуя себе, блядь. Так вот как она, в такой толпе, блядь, просто они, блядь, разлетелись, пиздец. Нихуя себе, блядь. Так вот как она, так вот как она, для этого нужны скиллы, пиздец, даже для перемещений. Призвать группу вояк, которые сражаются за тебя, приказать воинам атаковать выбранные цели, ну и убить, короче. Вау. Но это, блядь, по-моему, да, это же люди. А люди открываются по мере прохождения игры, я так понял. А почему, мне кажется, или только одна кнопка управляет всем этим? Нажать, нажать, зажать. Охуеть. Одну и ту же кнопку. Ну пиздец. Жалко, как они... Ну хотя да, если бы можно было подчинять капитанов, которые старше тебя по уровню, это немного тупо. Типа, мне нравится подчинять людей и добавлять их в свою команду. Про снаряжение он вообще забудет, целый ролик. Он будет подбирать ивенты, ну вещи, но не будет ими пользоваться. Это тоже немного странно. Типа, давайте начнем войну. Вот этот бесит меня. Эти шлемы, это пиздец. Я про них говорил давно. Это моя самая любимая часть, он говорит. Ну типа, ведя свою армию в бой. Охуеть. Слава богу, типа, что субтитры есть, он говорит типа, рейнджер, тебе не повезло, что ты связался с моими защитниками, тебе пиздец. Что вы называете в бою, мы называем ритуалом. Типа, вы жертвы, мы жрецы. Ну, типа, давайте начнем ритуал. А что это за огромная хрень, вот эта кость сзади, это типа, великого зверя, кость, я не понимаю. Нихуя себе. Пиздец, охуенная вещь. Они на самом деле, вот эти, которые не разговаривают, они самые ебнутые, они реально в бою кажутся безумными просто. Особенно в первой части, когда ты с ними, типа, ну, встречаешься, они начинают тебе в рожу орать. Ооо, это пиздец, меня бесило, просто, вообще. короче, 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 в бой. Короче, В общем, все по старинке, осадные грауги, мы стреляем в эту хуйню. на самом деле, снимать катапульту, я не советовал бы с граугов, тогда они становятся, блять, просто машинами-убийствами. Так они хотя бы тупуи вообще, они тупят. Они, типа, говорят, я не могу дождаться, чтобы, блять, не поиграть в эту великолепную игру, блять. Я бы его не убивал, я бы лично снял с него только катапульту. Зачем его убивать? Бесплатный грауг. Тем более, блять, ну, смысл, я ничего не потеряю от того, что он будет жить, наоборот, только в плюсе останусь. Вот этот, вот плащи у них пиздатые, хотя и шлемы уродливые. Это вот этот ворона, блять. вот эта фраза уже где-то была, я вам говорю, по-моему, блять, блять, я уверен, это и три, да и два. Вот эта фраза, абсолютно та же фраза, которую говорил, там чувак тоже был, блять, пиздец. Он говорил эти же слова, просто, тоже, когда была осада крепости, он говорил эти же сука слова. Просто та же самая озвучка даже. Вармон Гео Слейер, блять. Пиздец. Ну он же типа, да, блять, по-хую вообще. Почему Граух не сражается? Ну вот бесит, пиздец. Он даже, ну, не дерется, просто жрет. О, чувак с этими, с флагами бегает, прикиньте, нихуяся. Они потом, когда видят флаги, они становятся ебанути, и просто вообще. Они сейчас Грауга до смерти забьют, короче. А он стоит, он даже не атакует, он просто стоит. Наверное, надо приказать, просто Граугу нападать, хотя, ну, все равно, какая разница. Он должен пиздить, все равно. У этого поцека броня четкая. У этого 22-го. У него броня машин, хотя, похоже больше на броню вармонгеров. То есть, это она есть, просто в цвете коричневым, и в железе, в железе, точнее, и все. Я понял, что, когда я играл, я не играл, я не играл, с Xbox, жарко, блядь, пиздец, на улице, блядь, не знаю, можно выйти нахуй и сгореть нахуй заживо. Как меня это заебало, блядь, вот реально заебало. Сука, я хочу, блядь, не знаю, где там, блядь, холодно? В Мурманске или в Сибири? Да похуй, и там, и там холодно. В любой город из этого поехать, и все. Правда, там всегда снег, но похуй, блядь, вообще, похуй, лучше, чем вот это говнище. Ну, я просто, кстати, парень, который мне скинул ссылку на это видео, спасибо, блядь, не знаю, как тебя зовут, у тебя аватарка волка, я думаю, блядь, ты поймешь, все поймут, он такой, типа, волк, оборот, нихуя знает, что это. Короче, спасибо тебе за видео, но, блядь, ты попросил перевести, но, блин, что тут переводить, они, вот я сижу, блядь, и думаю, ну, в принципе, да, геймплей стоит того, но, они же просто пиздят, то есть, типа, они такие бьют, они такие бум-бум, то есть, тут, по сути, переводить нечего. то есть, это бета, тут понятно, что они тупят, то есть, все умирают, короче, багается игра, и они об этом не говорят, типа, вот игра тупая, игра багается, типа, чувак один на точке, чё, блядь, он там ожидал, конечно, он умер, похуй на него, давайте, давайте, пускай он умрёт. Ну всё, захватывай точку. Да похуй, ну и сдох, и сдох, какая разница? Хотя 25-й жалко, но, блядь, как он вообще додумался туда один побежать? Игра просто багается, я же говорю. На самом деле, сейчас он сказал, типа, что я не могу его приручить, потому что, блядь, мне нужно подойти ближе. Ты дебил, потому что ты, сука, хуесос, и который вообще, блядь, не понимает, как работает эта игра, и вообще ни разу в неё не играл, и говорит, что он, блядь, ему нравится первая часть. Ебать, Shadow Strike работает на любой дистанции, лишь бы юнит прорисовался, и ты его чётко видел, и он не был за препятствием. Дракон? На дракона ты просто не смог оседлать, потому что он юзал анимацию, кого-то схватил внизу, и всё, из-за этого ты не мог заклемить его, дебил ты, хуесосный, сука, блядь, какие вы тупые! Как он может говорить, что ему нравилась первая часть, потому, блядь, да потому что он в неё не играл, сука, вообще! Если он, сука, такого очевидного не знает! Пиздец! Блядь, у меня начинает пригорать от тупости, блядь, просто кого не приглашают, конченый хуесос. Тут будет такой момент, я не пойму как, но вражеский капитан станет нашим, то есть мы его не заклеймим, но он как-то перейдет на нашу сторону, непонятно. хуй! Сейчас казнят, короче, вражеского капитана. Но правда, анимация будет как в первой части, оно похуй. Один сгорит, а второго казнят. Та же анимация, что в первой части. Ну, бывает. Такая разница, какая анимация, лишь бы она была, да и всё. О Лохае нельзя притянуть, это слишком тяжелый. Вот этот поцик непонятно как перейдёт за нас. Ну, он, блять, не понимаю как, но он на третьей точке станет за нас. Нихуясе, он ещё неуязвим к добиваниям. Он типа опытный воин. Олок Хай, который неуязвим к добиваниям? Ватафак Заряжать выстрелы надо, нихуя себе Говорит, блять, немного дамажит в голову Конечно, если б ты хоть выстрелы заряжал, блять Немного, блять, дамажит Пиздец О, в ярость вошел, и дракон приземлился И сейчас, блять, вражеский Лохай будет ломать шею, блять, нашему дракону Я так и не понял, как это происходит, но... Но ничего Он ему, блять, столько урона влепил, что дракон, блять, почти сдох Кстати, хвост убивают, нихуя себе Дракон крутанулся и хвостом убил чувака Убейте его кто-то, пожалуйста А, он же станет за нас, блять, точно Может быть, типа, блять, я не знаю Типа, он заебется сражаться за них и как-то перейдет за нас Ну, типа, он видит, что точки захватываем мы и киданет нас Я не знаю Он не может забить двух щитовиков, но они же со щитами, он их тупо не дамажит Этот Overlord супер-часный, как я настал единство Спасибо То-все, я сделалorrhagit 100D геод ant семь... Он где-то тупо летел, поэтому я не чувствуюwl mestreuse... Мне нравится Я закинула, но он любил нам этой شيки Страх Я пой erro Я просто не понимаю тихо битых большенство скилов вот это, которые, типа, позволяют... Ну, которые, когда они позволяют тебе встать, на что они вообще надеются, просто если ты встанешь и просто дадишь им пизды. А, видимо, я тогда пропустил этот момент, когда он его приручит. Я не видел тогда этого. Ну ладно, бывает. А я думаю, блядь, как он перешел на нашу сторону? Что за хуня? Ну ладно, бывает. Я, видимо, тогда, не знаю, конфеты жрал. Хуй знает. Хотя на точке, по-моему, тупо такой же капитан. Два одинаковых капитана. Мне в первой части попадались два одинаковых капитана. Один был моим последователем, а второй был заклятым врагом. Ну, типа, как заклятым врагом? Просто заклятым врагом. Ой, просто врагом. Он же, блядь, не мог меня убить. Но все равно, в первой части очень банальная система боевая. Нереально просто. Если ты, блядь, поймешь, как она работает, а это буквально произойдет через 3-4 убийства капитанов, все, ты просто станешь, блядь, машиной для убийства. Можешь просто забегать в крепость и ебашить всех. Там ебать все настолько банально. Там бьешься, бьешься, нажал контр, все, бьешься дальше. Никто тебе ничего сделать не может. А здесь они, типа, могут тебя с ног сбить. Это прикольно. То есть, ну, они как-то, как-то разнообразили эту хуйню. Как же жарко, блядь, это пиздец. Ну, какого хуя вообще? А главное, блядь, кондиционер работает на 17, и все равно... Че так жарко, сука? 17 градусов, блядь! У меня будто солнце, это сосед, короче. Вообще, реально, никакой кондиционер не помогает. Настолько жарко, пиздец. Я просто не понимаю, как в аду, блядь, в каком-то. Или это, может, кресло просто, наверное. Ебать, и поет. Без речей, давайте убивать его, короче. И тут щитовик, блядь, протаранил. О, мы же призвали нашего бодигарда. Ну, и этого дебила убивают. Чувак с гитарой, блядь! Олок Хая забил! Вождя при чем, сука? Блядь, вот это лол. Ебать, я чуть не упал. Пиздец. Че это за звук был? Че-то пришло какое-то сообщение. Ну, естественно, это Оскар, блядь, прислал ссылку на это видео. Ебать, вот, пиздец. Еще, блядь, ебать, ты меня бомбишь, чувак. Это просто пиздец. И такой, типа, говорит, я за тебя что, всю работу делать должен? Нихуя себе! Пиздец, а че я тебе сделал? Нихуя себе, че за налеты? Я, блядь, сделал уже 37 минут ролика. Я, блядь, прохуярил уже, блядь, почти половину видео. И ты прислал мне на него ссылку. Не, я, конечно, понимаю, что ты, ебать, может быть, не знал, что я уже его делаю. Что мне, может быть, уже кто-то скинул. Или я сам его нашел. Но похуй, я с этим согласен. Но какого хуя такой налет? Нихуя себе! Я за тебя всю работу делать должен. Нихуя себе! Какое отношение, ебать, у тебя ко мне... Это че это, блядь? Я что, какой-то хуя соус, что ты ко мне так относишься? Что это такое вообще? Какого хуя такие налеты? Я просто не понимаю. Нихуя себе такой упрек прям, знаешь, будто я нихуя никогда не делаю. Ебать, чувак, если ты будешь... Блядь, чувак, я тебе говорю, не бомби, блядь, просто не бомби, сука. Нормально относись к людям. Если такая хуя дальше будет происходить, то ебать, пошел ты нахуй. Вот, блядь, пошел ты нахуй. Я тебя просто забаню нахуй. Ты ничего не сможешь писать. Мне абсолютно похуй, какую оценку ты будешь ставить, ебать, если у тебя такое отношение к людям. Просто. Вот я тебе говорю. Ассасиины, блядь, голову отрубили, сука. Лучше бы приручил его. Что это сейчас было вообще? Блядь, надо будет потренироваться вовремя, контратаковать, конечно. А то пиздец. Полезно ей все-таки хуйня, убивать их сразу. О, блядь, молодец. Сейчас ты снешься. Да, захват, конечно, пиздатый, ты шо. Пиздец, вот это вообще сейчас такой неловкий момент идет. Блин, у него шапка напрягающая, это типа пират, это пиздец. С кем он общается? Вы просто посмотрите на камеру, на этого левого поцака, который, собственно, играет. Он так смотрит куда-то на сторону, будто, блядь, там кто-то сидит, знаете, но я не знаю. А хотя, может быть, он просто камеру проверяет, может быть, я ж не ебу. Щит, кстати, пробивается в этой части, если долго долбить по нему, они почему-то не контратакуют, непонятно. А в первой части щит можно было пробить, по-моему, только с помощью четырех ударов или с помощью комбо больше двадцати, ты там сразу, типа, налетаешь, и щит ломается, и все. Ну, кроме железного, естественно, железный не ломается. Это они сейчас о драконе разговаривают, типа, я призывал дракона, но, видимо, он сдох, и, короче, это прилетел новый, и он пиздит всех. Пиздец, как жарко, это, блядь, я ебал. Я ебал это кресло, просто вообще ебал, нахуй. Я его, нахуй, отодвину. Похую вообще. 65% шанс увеличить стелсовый урон по врагам, которые в огне. Ёпта! Ёпта! И 24% шанс увеличить стелс-урон, когда хп полное, типа, или мало, филит, это полное, наверное. Это, блядь, процессоры AMD. Вам нужно сделать омлет, нахуй вам сковородка, покупайте процессоры AMD. Все заебись. Вау. Вау, классный баг, 10 из 10, лучшая бета в мире, просто, просто броня пропала. Вообще тело пропало, блядь. Просто там нет... Руки, блядь. Ну ладно. Я где-то это уже видел, по-моему, Ghost Recon Wildlands, там тоже такая хуйня была. И где-то еще. Да вообще, во многих играх такая параша с одеждой. В Assassin's Creed я видел такую хуйню. У NPC. У некоторых она синяя, у некоторых ее нет. Так же, типа, руки летают, вся хуйня. Уязвим к стелсу, блядь. Боится сраных мух и... Руковод управляет элитными... Так, стоп. Управляет высокоопытными, блядь, маньяками. Ну, короче, этими, типа, с топорами. Берсерками. Я просто не понимаю, что это Dying Command, типа, мертвая, мертвая, блядь, типа, командование при смерти вводит орков в нереальную ярость, когда он умирает. Готовьтесь к битве с его, короче, злющими, блядь, мстителями. Ну, короче, понятно, когда он умирает, все вокруг, блядь, кто видел эту смерть, они такие, нихуя себе, братишку убили. Все, давайте, короче, за двор, блядь, стреляй в упор, вся хуйня. И, короче... Блядь, я представляю, как он вдохновляет солдат, он такой стоит на поле боя, да стоит гитарой и начинает играть. Блядь, лол. Вот этот красивый, на самом деле, капитан. Ну, блядь, вот, насколько бы он, конечно, не был хуёвым, по плане того, что у него нагрудной брони нет вообще, что меня несколько напрягает. Но вот этот его капюшон, блядь, если бы еще глаза светились, было бы вообще заебись. Просто вот реально. Ебать, это если купить капитану карточки и забафить его, можно же сделать капитана, который будет управлять элитными щитами, ну, будет управлять щитовиками, добавить ему скилл, что вокруг него берсерки становятся лучше, добавить скилл, что он может призывать Грауга, добавить скилл, что он может... Ну, что у него есть свой каравор. Блядь, да можно так капитана забафить, что он вообще умереть не сможет. Ну, короче, они сейчас готовятся идти, типа, к владыке, ну, типа... В смысле убить, я просто не понимаю. Вот сейчас, возле призыва, вот когда, смотрите, вот на призыв, видите, написано kill, что значит kill, убить, типа, или приказать убить. Вроде написано приказать убить, ну, то есть, когда было обучение, там написано, нажимаешь эту хуйню, и он атакует. Это вообще-то мина, ну да. Я вам говорю, вот этот его друг немного ёбнутый, реально. Погнали, короче. А, он думал, вот это кат-сцена, а ему надо самому идти. Вау, ну красиво, на самом деле, череп, мистик, это просто красота. Вы шо? Типа, а как я называю эту комнату, это твоя, типа, персональная клетка для пыток. Она станет известна только как твоя могила, и всё. И он, короче, взбесился, и будет батл, как всегда. Два топора. Иди сюда, падла. Я тебе, блин, рожу намылил. В смысле, это музыка в видео? What the fuck? Чё за хуйня? What the fuck? Заметьте, это вообще почти не продамажило оверлорда. Нихуя себе, вообще почти дамага нету. Ебать, и вот это полчаса он будет, блять, бегать от бомбы, во. А теперь, ну, ребята, я просто смотрел это видео уже, я не буду сейчас закрывать, вы не бойтесь ничего. У меня к вам вопрос. Какого хуя он не призвал Грауга себе на помощь? Вот какого хуя? И какого хуя он не нападает на него, а вообще, то есть, бегает по кругу? Почему он в него не стреляет? Ну, вот я не понимаю этой логики, абсолютно. Ну, блять, человек ничего не делает, он просто уворачивается, пиздец. Вот это он будет бегать, хилиться, потом опять получать пизды и опять бегать хилиться. И так примерно, блять, ну я вам говорю, вот сюда где-то, да, не, не, вот здесь, это ещё минут 15 примерно. Он будет пиздить этого дебила. Так, я, я, короче, сделаю, блять, наверное, погромче и пойду себе водички возьму здесь всё равно. Я говорю, парень, который мне скинул это видео, спасибо тебе большое, конечно, за геймплей, но переводи здесь, я вам, я говорю, тут особо нечего переводить. То есть, надеюсь, что тебе хотя бы геймплей понравится. Ну, хотя ты это видео наверняка уже смотрел, ну, раз уж ты скинул на него ссылку. Где твоя команда? Я не имею в виду. Ну, ты должен идти по себе. Ты должен идти по себе. О, блять, я не понял это. Так, даже если я критил его, он не делает много дамага. Так, я просто геймплей по этих маленьких ребятам и очкинуваю их немного. Так, просто делай какие-то головы, очкинувай обе. Меск их. Все, все. Это очень ничто ничто, чувак. Так, да, вот этот counter insta-kill? Да. Я должен был бы думать о стратегии, чтобы победить его гораздо позже. Я как-то боюсь за себя, что это так долго. Так, вот эти парни, ты не можешь прыгать, ты не можешь... А, здесь по-прежнему нихуя нету. Ну, конечно, они пиздятся до сих пор. Я же говорил, это будет надолго. Типа, говорит, я не могу атаковать из-за его бомб. Ну, конечно, ты не можешь, потому что ты пиздец тупорылая тварь. Вот, блядь, зачем атаковать берсерка мечом? Его надо сначала застанеть, а потом атаковать. А он говорит, я не могу атаковать берсерка, типа, в упор, типа. Ну, я имею в виду спереди. Ты можешь спокойно его атаковать, просто его надо застанеть сначала. На самом деле, он сделает одну прикольную вещь, которую я давно хотел вам сделать. Ну, хотел не то, что вам предложить, как бы. Я хотел ее запихнуть в гайды, но он ее заспойлерил, поэтому... Ладно, надеюсь, блядь, больше моих фишек не попадется в видосы, чтобы, блядь, это было интересно потом смотреть. Ну, он просто его сейчас, короче... Сейчас увидите, сейчас увидите. Как он его убьет. Этот будет... Ну, я говорю, это довольно прикольно. Я хотел это предложить, но... Эта падла просто случайно тыкала кнопки и... И просто выдала... Выдала секрет... Такой, такой себе секрет в кавычках. Он убивает своих же, пиздец. А если бы вот эти бомбы, блядь... Вы прикиньте, если его заклеймите, он будет бросать вот эти бомбы в врагов. Это ж пиздец. Ну, он бросает бомбы, потому что это далеко, так бы он тебя пиздил в упор. Блядь, вблизи больше шансов победить, чем... Чем вдали, я вам говорю. На расстоянии он враг похуже, чем в упор. Вот, он уже сам понимает, что люди заебались смотреть, как он бегает по кругу. И, блядь, не пользуется готовыми умениями призыва! Просто, блядь... Он понимает, что он долбоёб, что он, сука, тупая мразь и бегает по кругу и говорит людям... Вы, ебать, не уходите! Вы смотрите дальше, дальше будет охуенно после этой битвы! Я её всё-таки когда-то пройду, да, я вам говорю. Пиздец! Какого хуя они такие тупые просто? Блядь, среди них вообще есть хоть кто-то, кто нормально играет в слэшеры? Я просто не понимаю. Здесь настолько банальная система, она ничем не отличается от первой части. Если только что казни, ты получаешь гораздо дольше, чем в первой части. А так, тупо, всё то же самое, вообще. Охуеть интересно смотреть, как он бегает по кругу. Пиздец! Просто охуенно интересно. И убивает бесконечных врагов. Они всё равно будут появляться? Вот, я же говорю, это бесконечные юниты. Ого! Ого, господи! Бум! Да, он движет сложно. Он даже не блокирует. Оооо! Блядь, 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 блядь! И вот сейчас тоже как-то довольно тупо будет. Я случился прямо здесь. Вот, блядь. Раньше я видел, он его и дальше доставал, а здесь в упор не может, блядь, высосать хп. Ну, именно тут уже по части игра виновата, потому что она багает. Прямо в горло ему пальцы засуну. Да отвали ты, заебал, кидать бомбы свои. Вот чё он его не станет? Потому что он тупой. Потому что он, блядь, тупой, я говорю вам. Да, это тупой, блядь. Да, это тупые, блядь. Просто продолжают. Я думаю, что это тупые ребята, блядь. Я думаю, что это дарчеры, но они вроде бы немного полезные. Я уже был, когда это взялся. О, смертельное высасывание даёт меньше хп, чем полное. Ну, я имею ввиду, чем, когда ты его высасываешь. Когда он враг, когда он живой, у него ещё дохуя хп, это даёт тебе больше здоровья. А вот когда ты высасываешь его уже последний раз, то это даёт вообще там хуйню. Наконец-то он хотя бы шедо страйк кидает. Это уже близится конец, короче, сейчас он додубит одну вещь. Я пытаюсь вспомнить, что это прямо здесь, где я понял, что я делал. Я знаю сейчас, что это такое дурная вещь, но... Я пытаюсь вспомнить... Я пытаюсь вспомнить все разные движения, которые я делал. Да, мне кажется, как... Ты построил все эти скиллы в первую очередь. Это прямо здесь? Он его, короче, притянет наверх. И тем самым лишит его армии. Ну и всё. Вот это я, в принципе, и хотел запилить в гайд. Я думал, блядь, мало ли кто до этого додумается, но всё равно... Он додумался... Ну, бывает похуй, бывает, бывает такое. Да. Только он до сих пор, блядь, не может додуматься, что его надо застанеть. Наконец-то он это сделал. Ну и всё, а это уже хуйня. Он его затамит, короче, заклеймит. Короче, крепость теперь моя. Вся хуйня. Короче, крепость теперь моя, вся хуйня. Наши враги убегают, ебать. Типа, блядь, в страхе, типа нам пиздец охуенно. Ну да, классно, конечно, ты шел, блядь, озвучки. И опять эта музыка. Чё за хуйня вообще? Это же не у меня, да? Нет, это в видео играет. О, вордлорд с гитарой. Ахуенно. Но сейчас он будет бегать по открытому миру, потом стартанет квест этой природы, короче, опять в лесу. Ну ничего, это того стоит, похуй, всё равно посмотрим. Он говорит, мне нужно хп, поэтому, блядь, прости меня, парень, хоть ты и в моей армии, ты умрёшь, короче. Спасибо, что был в моей армии. Мне просто интересно, правда, блядь, вы все такие тупые, блядь, и вы не можете додуматься снять наших уруков с карагора и сесть тем самым на карагора, что облегчит тебе перемещение. Я не понимаю, what the fuck? Это действительно так трудно сообразить? Для этого нужны сложные математические формулы? Я просто не понимаю. Странно, блядь, но я просто не понимаю, какого хуя? Поскорей бы эта уже игрушка вышла, я так хочу в неё поиграть, это пиздец. Бля, мне в октябре курсач надо сдавать, а там Shadow of War выйдет, и шо, и шо мне делать? Как мне, блядь, курсовую-то сдавать? Ладно, чё-то придумаем. Наверное, всего 9 часов поиграем в день, а потом буду курсач делать остальное время. Ну, может и больше, может хотя бы 12 часиков. Бляда, и то мало, наверное. Это пиздец, не хватит, вы чё. На скалу нельзя прыгнуть, она затекстуренная. Вот это ядовитые гейзеры, это просто пиздец охуенно выглядит. Сейчас он нам покажет, как это будет выглядеть, когда мы будем освобождать Ола Хаев. Ну, типа из цепей. Опять его шутки, это типа пиздец. Типа не связывайтесь со светлым властелином на протяжении дня, то есть пока есть солнце. Охуенная шутка. Охуенная шутка. Охуенная шутка. Вообще-то они на твоей стороне не из-за того, что, блядь, ты их освобождаешь, а из-за того, что они, блядь, твои рабы, которые, блядь, просто... Ну, сейчас он будет бегать, чтобы Ола Хаева убил. И здесь я немного охуел, так как я, блядь, просто смотрю, Ола Хаев пиздит вражеского, блядь, бомжа, вот смотрите, они пиздятся. Сколько он ему ударов дал, это пиздец, чтобы тот сдох. Нереально много, блядь, я говорю, 3-4 удара, хотя Ола Хаев сильные, по идее. Ну, блядь, вот эта анимация, вы забейте, блядь, мы играем в эту игру не ради вот этого анимации, ты чё? Тю ебать, это вообще не страшно. Белые орки дерутся, а чё они вообще дерутся, они же, блядь, вроде... Не знаю, может просто им не понравилось, они друг другу, наверное, не понравились и всё. А может это, типа, урук, который пиздится с орком, может быть... Хотя, по легенде, орки не могут ходить днём. То есть, орки, типа, как и тролли, ну, типа, как вам сказать, они в камень, короче, превращаются. Или это только тролли, а орки... Ну, в общем, никто из них не может перемещаться днём. То есть, это, по-любому, уруки. Потому что уруки, типа, прокачанной магией, типа, Сарумана, и типа, они могут перемещаться днём. Пиздят, в общем, пиздят, пиздят. Вот это забивание молотком до смерти, это пиздец, конечно, классная вещь. Ну, выглядит оно очень клёво. И стильно, я бы даже сказал. Попробуйте, 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 чтобы угрожать его щит. Жаль, что, конечно, блять, я надеюсь, есть сет, ну, который мне больше нравится. Это быстрее, типа, собирать ярость вот эту, ярость эльфа, ну, типа, режим кольца. Оно так просто охуенно, реально мне нравилось. Мне в первой части нравится играть в DLC Светлый Властелин только из-за кольца, реально. Вот ты сражаешься, сражаешься, а потом в какой-то момент тебе надоедает, ты включаешь режим кольца, у тебя бесконечно стрел, у тебя, блять, тупо slow-no, которые, блять, вообще, тупо, они вообще не двигаются даже. И всё, и ты просто их забиваешь до смерти. Это классно. Плюс оно отключает их сильные стороны. Ну, типа, если он был опытным воином, то он теперь бомжар, и он уязвим к казни. Но это только на время действия кольца. Они сейчас разговаривают, типа, что, ну, как далеко они продвинулись в сюжете, а он говорит, ну, мой тридцатый уровень, я не был. Они просто хотят, чтобы у тебя есть много игрушек, чтобы играть с ним. Так что я хочу... Я хочу... Я хочу играть немного с стелл. И я видел, что этот чувак здесь у него интел. Так что я просто... Я хочу его разговаривать, чтобы получить интел из него. Я просто... Я люблю, что ты слышишь конверсации. О, да, точно. А зачем он рубит дерево? Слева чувак рубит дерево. Ну, типа, тотчит оружие? Террор-коммандер, блядь. Мистик-дестроер. Да. И это значит, что это сделает их немного сложнее убить. Ааа... Но ты получишь больше эксп. Да. Но если они победят, то ты потеряешь рейкинг и получишь больше эксп. О, боже, это классная вещь. Это действительно очень-очень интересно. Зачем он вышел из этого режима? Ну, дебил, я же говорю. Я не могу тебе сказать, что это произошло. Я не могу тебе сказать. Я не могу тебе сказать. Поехали. 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 Щитовики по-прежнему не взрываются. Ну да, у них же типа щиты и они, блядь, весь урон впереди ловят. Правда, пока у них есть эти щиты, потом они становятся обычными бомжами. И сейчас он типа начнет квест про природу. А, не-не-не, еще не сейчас. Они реально дерутся? То есть, я не ебу. Почему? Хотя, типа, в первой части говорится, что уруки сражаются за власть. Может быть, они реально сражаются за власть. Хуй его знает. Вау! Что, блядь? Что? Хуяк, он его сейчас, смотрите, он его сейчас ноги уйдет, он на орбиту улетит. Бум! Ха-ха-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Блядь, а ты цевал. Нихуя себе, слот для гемки тысячу стоит. 15% урона от этого оружия увеличивается. Я уже вангую, что, наверное, можно какое-то оружие зачаровать с определенным сетом брони, зачаровать так, чтобы ты мог ваншотить, допустим, с меча или с кинжала, со стелса. То есть, наверное, сто пудов можно так сделать. Но даже если не ваншотить, то там 90-80% хп сразу улетают в небытие. Если я улетаю, то будет. Как я стелс-фишин, я ужасно. Я не стелс-фишин. Я не буду. Я хочу идти и пить его в рюк. Я играю 100% на стиле. Алекс является стелс-фишином 100%. Это это такое. Он найдет лучший путь для стелс-фишин и так далее. Я просто звонил в мою бот. Я звонил в... Стоп, 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 стоп. Чувак, наш чувак, отрынул смерть. И, блядь, пришел пиздить нас? Почему он пришел пиздить нас? Он же свой. Стоп. Стоп. Он пиздит нас. Нет, он не пиздит нас. Он пиздит нас или не пиздит нас? Я просто не могу понять. Нет, вроде не пиздит. Так, а вопрос, а какого... Ну, блядь, прикольно То есть теперь наш капитан, который воскрес, может прийти нам помочь в определенный момент То есть в какой-то момент, когда он воскрешается Он такой, я не умер, поэтому я пришел сказать тебе спасибо Короче, ну типа, добро пожаловать назад, вся хуйня Пиздец, вот это клево Нихуя себе, он поднял у рука и швырнул его в другого Почему они не умирают? Капитаны же сильнее, ну непонятно Че они пытаются сделать? Просто не... Ой, блядь, улетай нахуй, короче Смотрите, они просто рвут в мясо обычных уруков, вообще Ну все, вот этот квест я проматываю, потому что я ебал воротягу смотреть опять Как одно и то же происходит, я не могу У меня психики не хватает, давайте лучше посмотрим что-то другое К примеру, вот, например, да, вот давайте на вышку посмотрим Вышка позволяет тебе управлять силой Саурона, то есть вот этим глазом Который, ну типа, всемогущий око позволяет перехватить контроль Ну и все, и типа, ты листаешь, собственно, карту и смотришь на наличие всяких плюшек Ну они, типа, говорят, что, типа, блядь, демо была охуенная, но правда были дохуя багов, типа, с лицами, типа, гличей, дохуя багов с камерой Ну типа, я уверен, что это, блядь, все пофиксит, поэтому не парьтесь, короче Типа, блядь, ребята хотят покататься на Балроге Нахуя, не, не хочу, не хочу, не хочу Я хочу, блядь, нас былов приручить, вот все, вот, вот моя цель, короче Карта, блядь, нереально огромная, это только один регион, один из 23 регионов, ребята Это ж пиздец, как можно долго играть в эту игру Я, наверное, буду бегать, ну, даже если пройду игру, то буду бегать только, допустим, в Сырегосте Там прикольно, там снег, там есть ледяные грауги Даже если там их нету, хотя там они есть, я уверен То есть, сам факт того, что снег, оно так клево вообще, реально, там снег пролетает, ветер сильный дует, это очень клево И тильдин Охуеть он Он будет, он призвал бодигарда, который останется на вышке Вау Ну, граук сегодня не в настроении, чтобы шутить Не, ну, граугов, да, ты вы шо, граугов улучшили просто пиздец Они теперь машина, блядь, смерти просто Прыгают вся хуйня, блядь, лазят куда хочешь, блядь Сами наводятся, то есть Батлграугов, ребята, батлграугов Гляньте, нихуя себе Хватит, сука Хватит меня бить На тебе, урод, блядь Бокс, сука На На тебе, врожу На На тебе На тебе еще врожу Два Два Грауга, ахуеть, я в шоке Один бегает за нами, то есть автосистема А А второй, блядь, просто мы на нем катаемся, ахуеть Блядь, а вы прикиньте, пиздец, в крепость забежать на двух грауах, это же жесть А если каждому капитану купить карточку, типа, грауга Оооо, вот это будет жестко, жестко Хе-хе-хе Каждый капитан призовет на помощь грауга Хотя, сколько их там, четыре капитана? Ну, блядь, в бой все равно идут больше, да? Да Ну, допустим, даже если четыре капитана, плюс четыре грауга Плюс один грауг, которого мы покупаем Ну, типа, за бабки Плюс два грауга за катапульты Пиздец Он жрет, блядь, всех просто и все Нихуя он его уебал, блядь, такой БУМ, блядь, рукой, и тот улетел Два грауга, ребята, это ж пиздец Правда, наш капитан наверху застрял Он бежит нас защищать Беги, беги, Форест Ну все, типа, эта дема заканчивается Нихуя себе паркур Как это башня его выдерживает? Я просто не понимаю Можно спрыгнуть сверху на грауга и кататься на нем Красота, блядь, пиздец Красота, блядь, пиздец Ну все, типа, блядь, самая дебильная дема в моей жизни закончилась Тем самым, блядь, не знаю Блядь, минут сорок уже снимал И тут, блядь, опять этот Ладно, хорошо, я не хочу его вспоминать Он мне сегодня изрядно настроение попортил, блядь Дебил, блядь, который, сука Сука, я просто заебал Блядь, он не может ебать Вот человек реально попросил Ну, блядь, хорошо Человек попросил, блядь, пожалуйста, типа, переведи вся хуйня Или там, хотя бы сними Типа, да, чтобы у тебя на канале было И все А этот, блядь, с такой хуйней, блядь С такими выебками относится Это, блядь, пиздец меня сегодня взбесило Прям вообще Прям напрягает немного даже как-то Неприятно, пиздец А, да, это, короче, ролик от ИДЖНа Это как они там в крепости Пару, ну, пару крепостей бегали И как они на Грауге катались В общем, все равно 6 минут, но посмотреть можно В общем, все равно 6 минут, но посмотреть можно В прошлом году В прошлом году Шадоу Мордор Грауны всегда были в Апексе Президентом, чтобы спрятались и иногда спрятались Но, чтобы назвать очень плохим фильмом Старвардом, всегда есть огромный гриб В этом случае Шадоу Мордор Они говорят, типа, что Грауги всегда были высшими охотниками Но, как мы знаем из Старвардса, что Всегда есть рыба покрупнее И поэтому Монолив добавили элементальных Граугов Тарагорс и Дрейкс, которые вы можете Суммотать на бассейне, если вы Инвестите в правильный гриб Субтитры 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 Сапёры типа пришли или что? По-моему я слышал такое от сапёров. Да, в натуре сапёры я был прав. Это что за звук? Я вижу сзади ещё одного капитана. А, это командир. Ёп твою мать. Сука в легионском шлеме, долбоёб. Субтитры делал DimaTorzok Я где-то слышал этот звук уже. Просто танк. Он просто танк. Всё, всё что вам надо знать. Просто танк. Субтитры делал DimaTorzok СООН ЭНОФ! СООН ЭНОФ! СОООН ЭНОФ! СОООН ЭНОФ! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И спасибо, блядь, второму долбоебу Оскару, который, блядь, охуенно относится к людям. Ебать тебя по жизни будут хуесосить, я уверен. Просто если тебя уже не хуесосят, то, блядь, просто вообще противный ты человек, я тебе сразу говорю. В общем, хуево знает, как того поцика с аватаркой Волка зовут. В общем, ты понял, да? Тебе спасибо. Либо ролики Джиэна, как всегда, какой-то бомжара играет. В общем, целый ролик он, по сути, только сливался. И если вы заметили, то вот этот автограук, который ходит за нами, он, по сути, вообще бесполезный. То есть он даже не дерется, а просто жрет там раз в 20 секунд, и все. И, по сути, он больше раз в минуту ударит, и больше ничего не делает. Я не знаю, они должны это исправить явно, потому что неправильно это, что чел, который за тобой ходит, вообще не дерется. Но это очень тупо, я считаю. В общем, спасибо вам за внимание. Будем смотреть, что дальше. Наверное, опять накидают мне кучу ссылок, чего я не видел. Вроде от Джиэна больше ничего нет, но там даже если что-то есть, то оно неинтересно, не стоит вашего внимания. Все, что реально стоит посмотреть, я отбираю на свой канал. То есть, реально, вот как-то так. В общем, спасибо за внимание. Блядь, надеюсь, у вас не так жарко, как у меня, потому что это полная срань. Хорошей вам погоды, блядь, и удачного дня.